Упрощённые «Лады» нашли своего клиента. В августе дилеры отгрузили клиентам более 18 тысяч автомобилей. Таким образом, продажи машин всего двух семейств — «Гранта» и «Нива» — практически вышли на прошлогодний уровень, когда выпускалась линейка из пяти моделей. Флагманом отгрузок ожидаемо оказалась «Лада Гранта», что разошлась тиражом около 12 тысяч штук. Год назад модель пользовалась не таким активным спросом. В Тольятти уверены, что его причиной стали прежде всего программы льготного кредитования. Внедорожники «Лада Нива Ледженд» тоже расходятся достаточно бойко. 2000 проданных автомобилей — это сразу на 17% лучше прошлогоднего результата. И есть серьёзные шансы, что сентябрь позволит поставить новые рекорды. Между тем, руководство российского автогиганта приняло решение поднять рекомендованные розничные цены на новые «Лады». Пока подорожала только «Гранта», версии которой разом прибавили от 10 до 25 тысяч рублей. Это первое подорожание упрощённой модели после её появления на рынке. Так, седан, оборудованный кондиционером, теперь стоит от 755 тысяч 900 рублей. В июне, когда «АвтоВАЗ» только восстановил производство своего бестселлера, рекомендованная розничная цена составляла 678 тысяч 300 рублей. Правда, те экземпляры не имели ни кондиционера, ни эрбэга, а сейчас, как сообщают дилеры, купить «Гранту» без них просто нельзя. Что касается общей статистики российского рынка, то её раскрыло агентство «Автостат», которое публикует данные на основе выдачи электронных ПТС. И свежий отчёт внушает оптимизм. Рынок новых автомобилей медленно восстанавливается вот уже 3 месяца подряд. Так, в августе на учёт ГИБДД встали почти 43 тысячи легковушек. Это на 20% больше июльского показателя. Впрочем, от прошлого года отставание остаётся очень большим. В августе 2021-го автомобили продавались на 64% лучше. Доля «Лады» на российском рынке достигла давно невиданных 37%. Такого удельного показателя отечественная марка не могла показать более 15 лет. Причём более четверти рынка пришлось на одну только «Гранту». На втором месте пока держится «Кия». Но следом плотно расположились китайские бренды «Хавейл», «Черри» и «Джили». Притом самой продаваемой иномаркой стал кроссовер «Хавейл Джолион», который выбрали более 2000 россиян.